Елена Как ее зовут? Елена, Москва. Дорогая Елена, не поздно вы решили изменить свою судьбу? Может быть чуть поздновато? У вас двое детей. Детям нужен, конечно, отец. Отец, ваш муж для вас может быть не такой мужчина, как вы хотели, но все-таки он отец. Для детей он нормальный. Вы боитесь как-то оставить, оставлять детей с ним, но это ваши страхи. Он ничего плохого им не сделает. Конечно, он не такой внимательный, аккуратный, как вы, но он плохой своим детям, никогда не сделает. Вы считаете, что он как-то нехороший, никудишный, не подходит для этого, не подходит для этого, надо расстаться. А вы куда решили уйти? У вас двое детей, у вас есть муж, у вас есть семья, у вас есть возраст. Не разрушайте, потому что ваш муж, может быть, вам не нравится, может быть, вы считаете уже, он не романтик, он никакой, но я могу вам гарантировать того, что он многим нужен. Для многих женщин он прямо как, да, мечта, конечно, подарок и мечта. Он высокий, он здоровый, он умный достаточно, ну, конечно, чуть-чуть неответственный, устал. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, не потеряйте свою семью, постарайтесь изменить ход событий. Расстаться я здесь не вижу, не надо. Станция Старо-Осконская, что ли, очень плохо, не разобрала. Что будет с внучкой Софочкой? Выйдет ли замуж дочь? Что будет с нашими семьями? Что мне сделать, чтобы наступил мир и благоденствие? Старо-Осконская станция. Да. Вопрос задала бабушка, да? Имя есть? Любовь. Любовь. Дорогая любовь, вы очень талантливый человек. Я смотрю на ваши фотографии и действительно чувствуется вот элегантность, то, что интересуется стихией, философией, смысл жизни. Вы очень образованный человек. Ваша внучка – это копия вашей. Действительно, она достигнет успеха, все у нее будет хорошо. Но здесь проблема будет у вашей дочки. Она сделала неправильный выбор в своей жизни. Она общалась с человеком, который не оценил ее, обижал, унизил, ударил. И сейчас, конечно, отношение у них плохое, но она найдет того человека, который ей нужно. Она очень добрая изнутри, милая. И, знаете, иногда нужно помолиться. Иногда надо искренне от всей души загадать свои, или просить, загадать свои желания. Тогда все сбудется. Не сдавайтесь. Ваша внучка – это ваше продолжение. Значит, все будет хорошо. А ваша дочка – это что-то, она середина между вами, да, вас и ее отца. И тогда она середина. Но я думаю, что все будет хорошо. Она найдет силы в себе и найдет тот мужчину, который ей нужен. Это я уверен, что чувствую. Цифра 7 ей подходит. Пусть будет это через 7 месяцев. Татьяна, Санкт-Петербург. Нашему сыну 40 лет. Никогда не был женат. Хочется знать, когда женится. Имеет врожденное заболевание глаз. Тоже Татьяна, да? Татьяна, да? Татьяна, да? Татьяна. Знаете, я часто постараюсь… Здравствуйте, Татьяна. Я часто постараюсь ответить на вопросы. Действительно, картины, которые я вижу, чувствую. И чтобы они были более позитивными. И скажу, часто выход из этой ситуации. И что сделать, и чтобы было так. Но в данный момент проблема в другом. Вашим сыном, вы сказали, 40 лет. Действительно, он не будет женат. А что сделать? Я этого не вижу. Поэтому я не могу говорить, когда, чего. Когда я не вижу, говорю, не вижу. Я не вижу, что он будет создать семью. А что нужно сделать? Действительно, постараться познакомить его с хорошей девушкой. Которая будет его любить. Может быть, это чувство любви изменит ход события. Он сам этого не будет сделать. Он сам интересуется другими понятиями, другими вещами. Я перед камерой так только могу говорить. Открыть я не хочу. И, соответственно, я уверен, если вы поможете, найдите... Знаете, вот из Петербурга, да? У нас сегодня было несколько вопросов. Именно девушки из Петербурга, которые ищут мужчин. Все в поиске. А вы находитесь в одном городе. Пожалуйста, найдите девушку, которая готова создать семью и полюбит его. Тогда все будет хорошо. Если вы ему не поможете, у него не получится сам найти девушку и жениться. Он стесняется. Субтитры создавал DimaTorzok